здравствуйте дорогие телезрители канала конечно афонтова разумеется я работаю только на лучших каналах чтоб вы знали и конечно мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодня хочу познакомить вас и еще раз рассказать про землянику и хочу уберечь вас чтобы вы себе чтобы вы себе ничего не придумали а чтобы никто вам мозг не выносил такими рассуждениями знаете по поводу того что земляника бывает вьющейся запомните мои милые мои дорогие не бывает вьющаяся земляника не вьется она вверх нет у нее цыпляшек понимаете у нее есть усы но они прямые ровные там никаких цыпляшек как у гороха как у огурцов нет и никогда не было может быть когда-нибудь кто-нибудь придумает оригинаторы но пока нет и если вам предлагают купить на рынке в магазине что это вьющаяся а некоторые хамели производители до такой степени что и на пачках это пишут просто пройдите мимо очень хочется чтобы земляника ползла по дому я вас понимаю или там по арке очень красиво ну нет все наоборот земляника может быть любая садовая крупноплодная мелкоплодная ремонтантная нейтрально дневная да без разницы она может быть ампельной каскадной то есть она из горшка будет падать вниз тянуть усы на каждом сочленение где появится розетка оттуда выйдет цветонос и ягоды появится их может быть очень много вот такая земляника здесь представлена хочу познакомить вас она называется щедрая она каскадная до для подвесных корзин очень красиво выглядит да ягоды достаточно не мелкие я бы сказала там где-то порядка 25 грамм а это уже приличная ягода да она очень плодовитая ну вы только забываете что плодовитая то она почему ну конечно а ее такой придумали ее придумали такой вот на такую вот сотую долю а все остальное должны сделать вы вы должны ее и поливать и кормить два раза в неделю поливать очень обильно один раз в неделю кормить там и органика там и минеральные удобрения но в хелатной форме в чистой чтобы себе не навредить ну и ей тоже помочь вот здесь земляник очень много посмотрите и удивитесь вот здесь у меня с краю лежит красотка которую я очень люблю это крупноплодная земляника и ее два сорта которые я знаю по крайней мере это кокетка и любаша кокетка и любаша они безусые не дают никаких усов их можно рассадить только рожками то есть куст прирастает растеницами и мы можем их разделить но усов они не дадут очень удобно садить в цветники никому не мешают выглядит очень декоративно ягода достаточно крупная тоже 25 грамм один кустик дает примерно где-то ну килограмм 400 килограмм 600 это достаточно много с одного куста и она плодоносит 4 месяца там где у нас южные края там она способна плодоносить 5-6 месяцев очень не рекомендую вам побаловать себя вот такой ягодкой такие земляники садовые мелкоплодные как мы их называем фрагария рюген это селекция германии земляника барон солимахи руяна это классика и уже стала растут они в наших садах замечательно не требует никакого особого ухода но поливать и кормить надо и запомните вся мелкоплодная земляника предпочтет с утра солнышко ну хотя бы до 11 12 часов а потом пусть это будет полутень а лучше бы и тень только тогда она будет хорошо плодоносит ягоды будут крупными сочными очень ароматными значит есть ягоды здесь и желтоплодные и белоплодные которые я уже посеяла респектировала это как бы второй заход для тех кто будет сеять сейчас феврале месяце пожалуйста напрягитесь разведите в этот циркон две капли на 50 миллилитров и пипеточкой на каждое семечко землянику не засыпают почвой ни в коем случае можно смешивать с песком но песок это не почва это другое значит лучше не смешивать на каждое семечко по одной капельке прямо из вот этой пипеточки и это поможет ягоде быть более здоровой более крепкой и быстрее естественно выбросить листики чтобы мы ее распекировали а потом отвезли в сад и чтобы она там росла и что я придумала одной из них мечта она называется альпийская мечта тоже земляника ну достаточно среднего размера она не бывает очень мелкая на самом деле значит я купила две лишних пачки и я очень хочу научить вас сеять прямо в грунт летом и еще хочу научить собирать семена с этой ягоды собирать и мы с вами пройдем все пошагово и посеем и я надеюсь что мы дождемся результата чтобы у нас на следующий год вот не это было мучительная посевная земляники дома когда эти волосинки вообще не хотят расти и три месяца выносят мозг а там на природе как ей положено ну при этом когда будете покупать ягоду вот для такого посева она есть усатая безусая на всякое разное вы выберете сорт где нет буковки f1 тогда мы сможем собрать семена и все это посеять и у нас все получится на этом закончу всего доброго и до свидания